Ну, во-первых, я с генералом согласен, так же, как со всеми другими генералами американскими, солидными, которые не понаслышке знают и понимают, что такое Россия, и при всей, так сказать, топорности многих возможностей той же России, это большая страна с большим количеством населения, с большим количеством оружия. И если вспомнить Вторую мировую войну, они брали количеством, они качественным. Тот же Жуков все брал количеством, понимаете, а количество такое большое, что количество жертв, например, Советского Союза, я имею в виду военных конкретно, военных, не мирного гражданского населения, военных, особенно при последней операции взятия того же Берлина, и посмотреть, сколько погибло со стороны союзников, потому что цель была поставлена первым не захватить этот город. И поэтому там миллион положили, миллион положили только при взятии этого Берлина, потому что задача была такая поставлена. Вот, мясом брали. И это точно так же происходило на других, так сказать, ключевых боях. И если после 80 лет, когда мы смотрим на то, что происходит, ну, хотя бы вокруг того же Бахмута, да, вот, и видели, сколько жертв там Россия опять же положила, непонятно ради какого успеха, да, и этот Бахмута не сегодня, не завтра обратно вернется к Украине. Поэтому надо понимать, с кем вы имеете дело. И если, может быть, многие этого не понимают, включая, может быть, некоторые ура-патриоты в украинском информационном поле, то в Америке это хорошо понимают, я имею в виду конкретно те люди, которые военные, которые, потому что еще с советских времен работали в военной сфере, и они хорошо владеют необходимой информацией, как военной, так и разведкой. Вот, и поэтому, поэтому нет ничего удивительного, когда все говорят, все будет, все тяжело будет. Ну, тяжело, это же не значит, что плохо закончится. Афганистан, 10 лет войны Советского Союза с Афганистаном при поддержке Соединенных Штатов Америки, наглядный там и пример. Вот, и я, как вы знаете, с первого дня этой войны всегда проводил аналогию с Афганистаном, всегда проводил, и, конечно, это вызывало у украинского зрителя немножко волнение, по причине того, что нам тоже придется 10 лет проходить через это. Но я старался не то, что успокоить, но объяснить, насколько вы отличаетесь от Афганистана географически, политически, геополитически, вот, и с точки зрения 2023 года, да, вот, и поэтому здесь, конечно, не будет 10 лет, но здесь и не будет один месяц, вот, и другое дело, это может закончиться, могло бы закончиться, и может закончиться. В этом году это может перенестись и на следующий год, и потому что здесь также играют огромное количество сопутствующих политических моментов, которые, к сожалению, в той или иной мере влияют на принятие, на центр принятия решений, да, как сейчас модно говорить, вот, и далеко не случайно все понимают, что, и сегодня уже никто не спорит, и эксперты это подтверждают, все, и я в том числе, что авторитарные страны воюют на много дисциплинированнее, я имею в виду в плане оперативности, не жалея демократические страны, особенно если это коалиция в экономической плоскости, из 27 стран Евросоюз, нужно какие-то санкции принять, вы сами видели, как это проходит долго, бюрократический консенсус вот этот дурацкий, или же вот НАТО точно так же, когда НАТО также принимает решение через тот же консенсус, и поэтому здесь нет никакой оперативности, а та же Россия, когда что-то ей нужно принять, она ни у кого ничего не спрашивает, решение принято, сегодня принято, завтра выполняется, поэтому это тоже надо понимать, и именно это тоже играет большую роль в том, что Запад по многим моментам отстает в оперативности, что, конечно, не оправдывает и не помогает Украине, например, выдерживать всю эту нагрузку, но если сравнить с самого начала войны, если сравнить ситуацию сегодня в динамике, всегда все рассматривайте в динамике, потому что если вы будете рассматривать динамики, тогда вы будете понимать, что не все так плохо, а намного больше плюсов, да, потому что если посмотреть, где вы были 24 февраля, и где вы находитесь сегодня, где Россия, где вы, где Запад, вначале был, где вы сегодня находитесь, и по оружию, и по санкциям, по оружию, по политическим декларациям, по всем моментам, да, и вы увидите, что движение есть, другое дело, да, тяжелое движение, это движение дается вам с кровью, беженцы, гуманитарные катастрофы, все, ну, вам другого шанса не дали, понимаете, вы попали под раздачу, и у вас сегодня именно экзистенциональная война, и все общество должно это понимать, если вы хотите победить, выжить, выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой, вы должны однозначно понимать вот все то, что я вам сейчас описываю, это точно так же, как если бы Советский Союз на тот момент не понимал бы, где он оказался, несмотря на то, что там половина населения сидела в ГУЛАГе там и находилась в ужасных условиях, они же, видите, сконцентрировались и пошли в авторитарном режиме, и пошли даже мясом всем, но они понимали, что если это они не сделают, Гитлер просто захватит эту территорию, и плюс Запад на тот момент вкладывался в Советский Союз точно так же, опять же, они так же с первого дня так сильно не вкладывались, если вы помните, и второй фронт был открыт вообще в 44-м году, потому что они понимали, это две стороны одной медали, что Гитлер, что Сталин, у вас ситуация другая, поэтому здесь система ядерного оружия, самая главная проблема того же Запада, поэтому как они поступили с Аддам Хусейном, как они поступили с Муаром Каддафи, это одна ситуация, Россия это совершенно другая ситуация, поэтому здесь очень много зависит от взаимоотношений США и Китая, здесь большие геополитические игры идут, просто для того, чтобы правильно двигаться вот в этом направлении, правильно защищаться, надо просто это все понимать, поменьше ура патриотизма, и не сомневаться в конечном результате, просто этот конечный результат, он дается тяжело и скрою, но вы движетесь медленно к нему, и ваше вот это контрнаступление, это я вам всегда говорил, это ни одна неделя, ни один месяц, ни два месяца, и даже ни одно контрнаступление, потому что никто не владеет всей полнотой информации, это довольно закрытая тема, вот так же и как связаны с поставками вооружения, и многое другое, что сегодня вот многие начинают спекулировать на эту тему, плюс я уже говорил о том, что идет информационная война, огромное количество бросов, пораженческих настроений, и они идут иногда и через тот же Запад, через Нью-Йорк Таймс, Вашингтон пост, через такие известные какие-то издания, плюс не забывайте, что в Америке уже стартуют предвыборные кампании, и в течение вот всей этой предвыборной кампании вы будете видеть спекулятивные разговоры на эту тему точно так же, потому что у демократов один подход, у республиканцев другой подход, но и там, и там есть понимание того, что на теме Украины можно заработать, можно заработать политические дивиденды, кредиты, чтобы получить кресло в Белом доме, и это понимает нынешняя администрация, это понимает их оппонент в республиканской партии, поэтому это все, и вот случай с Польшей, вот то, что Польша, там проблема с зерном, вот это и дипломатический инцидент между поляками и Украиной, который говорит о том, что в Польше идет предвыборные кампании точно так же, и они хотят на этом заработать, вертолет залетает, они не сбивают, почему, потому что они не хотят эскалации, потому что народ может сказать, да, одно дело мы просто помогаем, а другое дело нас вовлекли, а те, кто вовлекли политики, за них голосовать не будут, поэтому Моровецкий таким образом и ведет себя, понимаете, просто это надо понимать, все играют в свои игры, все руководствуются своими национальными интересами, точно так же, как и Украина, точно так же, как и Россия, точно так же, как и Саудовская Аравия, и Америка в том числе, просто вы должны это понимать, и там, где и надо делать все, для того, чтобы ваши национальные интересы совпадали бы по большей части с национальными интересами США, Великобритании, то есть ключевых стран коллективного Запада, то есть во всех вопросах, да, и когда они совпадают, они двигаются тихо-тихо, вы же видите, они сколько уже двинулись, потому что не от того, что они у вас были влюблены, они же до этого этого не делали, и с таким темпом не делали, да, если взять отсчет с 2014 года, а сегодня они это стали делать, потому что вы их заставляете, вы заставляете свою упертость, то есть тем, что вы защищаетесь, понимаете, что вы не сдаетесь, это все, и тихо-тихо вы вынуждаете их, и они не идут уже на новые минские соглашения, хотя они на вас давили, они этого хотели, и они будут это всегда делать, как только они увидят у вас какую-то слабину. Так что это я вам для того объясняю, чтобы вы понимали бы, какая идет политическая, закулисная, иногда публичная, публичная возня вокруг всей этой войны, но это совершенно не повод для пессимизма, потому что военные должны делать свое дело, военные должны конкретно заниматься, должны давить на тех, кто занимается этим поставками, то есть я имею в заложное через Рамштайн, через Милле, через Остина, то есть вот это должно продолжаться регулярно, и я так понимаю, это продолжается регулярно, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время, вот август, сентябрь, это очень важные такие, судьбоносные какие-то месяцы, которые мы можем видеть, поэтому вот такая ожесточенная борьба идет, как на поле боя, и с другой стороны, вы заметите, сколько политических процессов идет, то есть зерновой контракт России выходит моментально, а Россия не просто выходила, она несколько месяцев к этому готовилась, потом она стала, видите, бомбить, для того, чтобы раздолбать эту инфраструктуру, чтобы спокойно потом шантажировать этим весь мир, и параллельно с этим она проводит саммит Африка-Россия, она же его готовила, это за один день не делается, вот, это тоже показало оперативность России в этой тематике, такой саммит давно должны были провести Соединенные Штаты Америки, Евросоюз с той же Африкой, и у них больше, что есть предложить Африке, понимаете, голодающим странам, бедным странам, чем у той же России, и несмотря на то, что у России нет денег, Россия сегодня под санкциями, Россия списывает 23 миллиарда африканским странам, Россия ворованное зерно им бесплатно поставляет, понимаете, и свое в том числе, и сейчас она разбомбит эти все порты, ее цель, чтобы потом вот так завязать всю эту Африку на себе, поэтому это все вопросы, которые требуют ответа, как политические, как информационные, ну, естественно, очень важно понимать, что это все базируется на военной составляющей, а к военной составляющей, у меня тоже есть вопросы, я имею в виду в первую очередь, те же вопросы, что есть у генерала Заложного, но достаточно, что генерал Заложных озвучивает, он работает на эту цель, поэтому мне нечего больше добавить. Ну, там еще один игрок сейчас появился, известно, что 5-6 августа Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины, и в них не будет, как известно, участвовать страна-агресса Россия, и информацию также о такой встрече подтвердил и Андрей Ермак, глава общества президента, но в Белом доме уже сказали, что таких ощутимых результатов не ожидают таких переговоров, об этом сказал Джон Кирби, вы также так считаете, что это просто нужно для того, чтобы быть в центре внимания, быть на международной арене, но все же ожидать ничего не следует от таких вот событий? Вы знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что это за соседание, оно же было в Дании до этого, и поэтому это тусовка, политическая тусовка с кульчевыми странами Рамштайна, вот, во главе США, и с кульчевыми странами, как говорится, глобального юга, в первую очередь страны БРИКС, вот, именно те, которые в той или иной мере сегодня авторитетно влияют, вот, и которые сегодня не находятся на стороне коллективного запада Евросоюза в теме поддержки Украины, но они не стоят однозначно и на стороне России, но они лояльны к той же России, вот, и поэтому очень важно сегодня с этими странами конкретно общаться, одно, и общаются напрямую, и Запад вместе с ними, и напрямую очень важно участие той же Украины, и именно тема участия без России в этой тематике очень важна, потому что нужно довести до сведений этих стран, в первую очередь, именно бесперспективность вот такой позиции этого глобального юга, потому что если они хотят зарабатывать на той же России, например, они могли бы зарабатывать и дальше, и побольше, и в лучших условиях, ежели они займут правильную тактику в этой войне, то есть еще более правильную тактику, им не надо переходить полностью на сторону Запада, и на сторону той же Украины это делать как-то сильно, да, вот так, как делает тот же Запад, но им самое главное показать позицию той же России, и чтобы Россия понимала бы, что она на самом деле тихо-тихо уходит в изоляцию, например, в тот же вот зерновой контракт, они могли бы здесь сильнее реагировать на эту тему, вот, и поэтому они встречаются, это тусовка такая, это политическая составляющая, там нет предметных решений, поэтому не стоит, правильно ему сказал адмирал Кирби, что не стоит принимать, ожидать каких-то решений, я так думаю, это все, это все готовится для того, чтобы, я так думаю, может быть, я могу ошибаться, но, скорее всего, если вдруг такое произойдет, то следующее заседание должно быть уже в рамках генеральной сессии Организации Объединенных Наций, потому что вот сегодня они проводят такую превентивную меру, встречаются, обсуждают, а потом это вынесут на более широкую площадку, чтобы на более широкой площадке принять более солидную, опять же, политическую какую-то декларацию, которая лишний раз покажет, что вот этот украинский мирный план, который Зеленский так уже будет там представлять, поддерживается большим количеством стран, не только тех, которые поддерживают Украину, но и тех, которые выступают против этой агрессии российской, да, и вот это очень важно этого добиться, потому что если это будет сделано на сессию ООН, тогда можно будет, потому что это только декларация, больше они добиться не могут в рамках ООН, потому что Совет Безопасности это не пропустит, Россия наложит на это вето, но сам факт того, что политический такой успех, можно это сделать, и это очень хорошо, это важно, то есть здесь надо смотреть на эту тему только через политическую точку зрения, здесь не может быть никаких предметных решений, потому что это не Рамштайн, это не семерка, семерка, она связана напрямую с Рамштайном, семерка напрямую связана с Евросоюзом, с санкциями, то есть это коллективный Запад, ну и присоединившийся к ней Японии, так сказать, в этой же тематике, а все остальные, они к этому не имеют отношения, поэтому здесь надо их объединить под каким-то политической какой-то декларацией, а политическая декларация, вот так называемый план Зеленского, да, вот этот мирный план, и если под этот, потому что планов таких много, есть китайский план, как вы видите, есть Россия тоже хотела бы, но Россия больше дрейфует в сторону того же китайского плана, у России своего плана как такового нету, потому что никто под этот план и не подпишется, и Россия это прекрасно понимает, поэтому стараются усилить китайское направление, вот этот глобальный юг, БРИКС, они также стараются усилить и Бразилия, и Южная Африка, и Китайский этот план, поэтому здесь надо сделать так, чтобы китайский план немножко отошел в сторону, Может быть, с Китаем как-то можно договориться, чтобы какие-то элементы китайского плана там были. Может быть, здесь симбиоз китайского и украинского плана сделать. Но здесь самое главное такое, чтобы без России, без учета ее интереса, и самое главное, что с учетом суверенитета территориальной ценностности. Потому что здесь самый ключевой вопрос – суверенитет территориальной ценностности. А если суверенитет территориальной ценностности, значит, войска российские должны оттуда убраться. А если они должны убраться, значит, это должна быть политическая декларация. Если эта политическая декларация будет заявлена, и тогда вот этот коллективный Запад в рамках Рамштайна, он будет еще активнее притворять жизнь предметной плоскости вот эту политическую декларацию. Понимаете, тогда они могут сказать, здесь не только собрались 50 стран Рамштайна, здесь это поддерживается организацией объединенных наций. Совет безопасности не дает на это решение, например, Россия блокирует. Но 140 стран, 150 стран, они не могут быть заложниками. Вот устава ООН, который оказался нежизнеспособным. И тогда все будут понимать, что и устав ООН надо менять. То есть это все уже пробуксовывает. То есть тихо-тихо, потому что если все время руководствоваться тем, что правом вето, тогда это ООН вообще работать не будет. Оно никому не нужно тогда. На кой черт эта ООН существует, когда никаких решений они не могут принять. Это решение должно быть согласовано со всеми этими 5 странами. Поэтому нужно какое-то соломоновое решение найти. А как его найти? Для этого нужно показать, что 140-150 стран хотят этих изменений. Они не могут быть заложниками. И тогда они могут это что-то сделать. В крайнем случае Россия может быть недовольна этим. Они могут распустить эту ООН, создать новую ООН. То есть в этом плане это тоже можно сделать. Но для этого надо показать вот это политическое стремление большинства. И поэтому, я так понимаю, вот эта встреча в Джидзи. И это хорошо, что в Джидзи, в Саудовской Аравии, потому что одно дело, это Дания, Копенгаген, это коллективный Запад. Другое дело, это уже одна из региональных держав, стран, которые авторитетны в этом мире, в арабском мире, в мусульманском мире, на юге. И персонально проводят его Кромпринц, один из богатейших людей на планете, с которым президент Зеленский также встречался, который имеет определенные хорошие отношения с эстеблишментом здесь в США. И поэтому с политической точки зрения это хорошее мероприятие. И очень важно его правильно провести, правильно прийти с правильными тезисами туда. Я не сомневаюсь, что украинская делегация подготовленная поедет туда. Поэтому ждать каких-то решений не надо. Но это важное мероприятие, к нему надо именно так подходить. И сам факт того, что говорят, что и Китай как будто бы планирует там принять участие, потому что Китай на предыдущем был, принимал участие. И здесь Китай тоже должен быть, потому что коллектив Саудовской Аравии и туда приглашает Кромпринц, я думаю, Си Цзиньпинь отправит туда своего спецпредставителя. Потому что если ты сказал про китайский план, если ты говоришь, что у тебя есть спецпредставитель между Россией и Украиной, и который контактирует с тем же Западом, значит, ты не должен пропускать никаких таких политических тусовок. Если завтра Россия проведет, грубо говоря, абстрагируемся, что-то такое альтернативное, тоже скажет мирный план, и соберет всех тех, кто там не собрались, например, кого не пригласили, вот как саммит Африка, Россия, что-то побольше соберет тоже там 30-40 стран. И, опять же, Китай однозначно должен будет туда отправить этого спецпредставителя, чтобы показать, что он в этом тоже заинтересован. Поэтому это очень важно. Но понимая о том, что Россия такое мероприятие сегодня провести не сможет, даже если проведет, оно качеством будет уступать. Вот если, например, коллективный Запад, США, Евросоюз, провели бы до этого саммита с Африкой, более солидный саммит, я уверен, этот саммит в России, в Санкт-Петербурге не состоялся бы, потому что все увидели бы разницу в уровнях. Понимаете, это как команда Барселона или же «Шахтер Караганда», например, что-то в этом роде. Или «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вот такой вот уровень, я имею в виду. А коль этого не было, значит, они этот саммит могут провести. А сейчас вот если в Дании и в Саудовской Аравии эти мероприятия проводятся, я думаю, России будет очень трудно, потому что кто туда может пойти? Ну, в крайнем случае пойдут туда представители этого юга и еще какие-то африканские страны. Но в любом случае это тоже стоит ожидать, вполне может быть, потому что Россия в сложившейся ситуации, она делает все для того, чтобы показать, что мы не в изоляции находимся. Так что просто на это мероприятие смотрите с политической точки зрения. Оно позитивное, оно нужное, просто надо правильно это оценивать и правильно к нему подходить. Перспектива, я так хотел бы, вот я так понимаю, это генеральная сессия ООН, и для того, чтобы там протащить резолюцию, уже которую здесь они согласуют, и которую все поддерживают, может даже уже быть не 140 стран, а будет чуть-чуть побольше. И это будет очень хороший результат. Да, вот вы правы, что с Путиным сегодня уже мало кто хочет встречаться. Мы даже видели, да, в саммит Африки, куда приехали не все лидеры, которые приглашал Путин, но есть один человек, который готов встретиться с Путиным, это Эрдоган. Известно, что они уже договорились о встрече, но как это будет, пока непонятно. Может, он даже онлайн, оффлайн. Нет пока деталей. Ну и также понятно, что они будут обсуждать зерновую сделку, ту, которую нужно очень возобновить. И даже в Африке, страны Африки сказали, Путин, нам дары не нужны, нам нужна зерновая сделка. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский и Реджепт и Эрдоган также координируют свои усилия по возвращению России в Черноморскую зерновую инициативу. И Кулеба сказал, что только Эрдоган может вернуть Путина к этой зерновой инициативе. Но на самом деле, как думаете, какие перспективы переговоров будут? И это единственный сегодня человек, который может еще влиять на Путина сегодня. Есть несколько моментов, которые надо обязательно осветить. Ну, во-первых, он не единственный. Я так думаю, на планете два лидера есть, две страны. С кем Россия, Кремль, личный президент России, не хотел бы ссориться. Это президент Турции и лидер Китая. Однозначно. С ними он... Потому что для него смерти подобны в этой ситуации. Более того, на первое место я поставил бы Китай в этой ситуации, потому что по весовой категории Китай сильнее и Турция. И масштабами, и всеми остальными возможностями. Плюс не забывать, что Китай постоянно член Совета безопасности и ядерная держава. На стороне Турции членство в НАТО. А на стороне Турции, опять же, такая же география, очень выгодная и нужная той же России. Я имею в виду через Южный Кавказ. И Черное море, однозначно. Поэтому эти все моменты, конечно, плюсы той же Турции. Ну, и на стороне той же России эта же география, в которой заинтересована та же Турция. И поэтому они, вот видите, экономически взаимодействуют. Даже они немножко увеличили свое экономическое взаимодействие. Ну, оно не такие большие суммы по сравнению с тем, что есть сегодня, например, у России с Китаем. У России с тем же Евросоюзом, который находится по сегодняшний день под санкциями. Понимаете? И что санкции оттуда миллиардами капают в тот же российский бюджет. Поэтому мы должны понимать возможности. И не самоомманываться возможности той же Турции и лично президента Турции. Если мы хотим, вот как сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, чтобы президенту Турции это получилось, или давление у него было намного сильнее, мы должны в руки президента Турции дать более сильные козыри, более сильные аргументы. Потому что, когда люди встречаются, они должны аргументированно говорить, вот позиция вот такая, ты должен вернуться, потому что А, потому что Б, потому что С. Не вернешься, потому что будет А, потому что будет Б, потому что будет С. Это надо делать. Вопрос. Где эти аргументы? Есть у президента Турции эти аргументы, которые, эти аргументы организованы со стороны коллективного Запада Соединенных Штатов? Я не вижу их, потому что, что трудно было предвидеть, что Россия будет выходить из зерновой сделки, если она выйдет из зерновой сделки, тем более они слушают, разведка работает, они же знают, что раз выйдут, значит они начнут бомбить парты Одессу, Николаев, Измаил, вот это, на Дунай будут выходить на эту альтернативную дорогу, что трудно было это просчитать и трудно было поставить Украине патриоты, закрыть вот это все небо. Вы же Киев закрыли, то есть это же не тема того, вам дать не дать, у вас есть они, вы уже поставляете, так поставьте еще немножко, закройте это небо и сделали бы это еще до того, как Россия вышла оттуда. Небо закрыто, и Россия начинает бомбить, а вы сбиваете все, так же, как вы сбиваете все над Киевом, понимаете? И тогда президент Турции говорит, ну а какого черта ты вышел оттуда, видишь, ты бомбишь, толку никакого нету, возвращайся, не позойся и мне не делай плохо, потому что мне это тоже невыгодно, потому что я хотел бы, чтобы зерновой контракт работал. Потому что и мне, как Турции, в экономическом плане это выгодно. И Китай, точно так же, который получает одну треть этого зерна, Китай точно так же взял бы и сказал бы, давил бы, какого черта бомбишь, какого черта я это зерно получаю. А он это все бомбит, все это делает, потому что он говорит, а у меня зерно есть в достаточном количестве, вы не пострадаете, вот как и африканцев собрал, вы не прострадаете, дает туда и ворованное зерно в том числе. А эту инфраструктуру разбомбит, он говорит, а что мне возвращаться, там уже они отгружать не смогут. Как они смогут отгружать, я все это разбомбил, чертовы бабушки. Но лучше имейте дело со мной, вот Альтернафтин, через юг Черного моря, все это будем делать. И он именно об этом говорил на этом саммите, и он именно так с ними разговаривал, с этими африканцами. Более того, когда кто-то говорит, там этот саммит не удался, я с ними не согласен, категорически не согласен. Какая разница, сколько туда пришло? Туда пришло в достаточном количестве, вы что хотели, чтобы все 50 стран туда пришли? Нет, это не важно, это не обязательно. Но ключевые страны пришли, 17 руководители пришло, там другие пришли, премьер-министры, министры, это не играет никакой роли. Главное, что там, вот видите, переворот в Нигере произошел, в чью пользу? В пользу России, с российскими флагами бегают, ни с американскими, ни с французскими, и украинских флагов там нету. Значит, Россия усилила там, в эту территорию, Россия будет усиливать эту африканскую территорию. Пригожинская тема на эту тему, опять же, через Белоруссию, через тот же плацдарм, вполне реально их будут туда перебрасывать точно так же, видите, потому что ты пришел, африканский лидер, сидишь, у тебя какие проблемы, тебе зерно надо, вот я тебе зерно поставлю. У тебя что там, оппозиция, у тебя там проблемы с властью, я отправлю туда Вагнер, Вагнер там это все, что надо, сделает, и переворот организуем, постреляем, поубиваем всех, кому надо. Что тебе надо? Ну, давай ты со мной алмазами делись, ты со мной нефтью делись, ты со мной газом делись, ты все полезными ископаемыми делись. Все, я буду тебя крышевать. Они же крышуют по сегодняшний день вот эти шесть главных стран, с которыми Пригожин фотографировался там, с которыми Вагнер сегодня контролирует там ситуацию. Ну, а где Запад? Что они делают? Вот они опять же отстают. Франция вообще оттуда уходит, американцы с Ближнего Востока уходят, американцы в Африку также активно не вмешиваются. То есть, вот это все же мы же видим, мы же это все понимаем, поэтому это все те моменты, на которые надо обращать внимание, для того, чтобы не заниматься опять шапкозагидательством, недооценивать возможности той же России и понимать, что может сегодня Турция сделать, а что не может Турция сегодня сделать. Потому что Турция может, если порты были бы закрыты, значит идет отгрузка. Отгрузка, уже танкеры идут по айцам, Турция обеспечивает безопасный проход. И турецкие корабли военные охраняют это. И флаг ООН, с одной стороны флаг ООН, с другой стороны флаг Турции. Россия бомбить не вас смеет, потому что это идти против ООН, и это идти против Турции. Второй армии НАТО, и плюс человека, с которым ты работаешь, контактируешь, он же этого никогда не сделал, это для него смерти подобное. Но для того, чтобы обеспечить эту вторую составляющую, надо было обеспечить безопасность первой составляющей. Ее не обеспечил Запад, не вложил этот козырь в руки того же президента Турции. И Россия продолжает это бомбить. Каждый божий день, пока не разбомбит, она будет делать вопрос, почему не прикрыли. Вот я об этом говорю. Поэтому, когда я понимаю желание министра Кулеба, это озвучит, но я понимаю и возможности Турции сегодня в этой ситуации. И если мы хотим, чтобы это удалось, да. То, что они должны встретиться, да, они планируют встретиться, потому что они после выборов не встречались. И у них накопилось огромное количество вопросов, и отрицательных вопросов тоже, включая последний визит президента Зеленского в Турцию, и как это прошло. И не только тема пленных Азова, это и тема НАТО, Швеция, вот. И тема многие другие моменты, которые, так сказать, вызывали изжогу в Кремле. И, естественно, это немножко усилило антитурецкие настроения и в российском информационном поле. Поэтому они, я уже не говорю про напряжение на Южном Кавказе, в Сирии, в Ливии. Это все одновременно проявляется, да. Поэтому это ситуативные, так сказать, партнеры, вот, Турция и Россия, это ситуативные партнеры, которые от войны до мира один шаг, как говорится, от любви до нынешности. Да, вот такая же ситуация мы видели в 2015 году. Поэтому здесь тоже это вполне реально всегда возможно. Просто это не нужно сегодня не Турции, это не нужно той же России. Поэтому они должны будут встретиться и как-то сверить свои часы. Как они будут встречаться? Я не знаю, они могут встречаться и в Москве, они могут встречаться и в Сочи. Но в последнее время президент России никуда не выезжает. Он даже в Китай не выезжает, понимаете? Вот, и поэтому он даже на Брикс не поехал, особенно после вот этого ордера, да, потому что он говорит, что лучше сидеть в России, мне здесь более важные дела, а это можно и по онлайн, да, подключаться. Я не знаю, как это будет выглядеть. То, что они будут встречаться, это точно. Но официального подтверждения этой встречи, именно встречи там в Турции, пока еще нет. С турецкой стороны и с российской стороны. Эта тема просто озвучена. Они говорили, выразили желание встретиться. Естественно, турецкий лидер его пригласил. Ну, я езжу к Тибет, и ты можешь ко мне приехать. В другой зону поедет или не поедет, это же другой вопрос. Так что вот я так бы оценил это и не торопился бы с выводами, потому что для того, чтобы иметь успех в этой теме тоже, нужно усиливать позиции союзника по НАТО, союзника по Рамштайну и союзника, который поддерживает тоже Украину. Поэтому нужно усиливать позицию Турции с военной составляющей в этом плане. Иначе просто так пришел и говорит, ты знаешь, что не делай это. В большой политике это так не делается. В большой политике личные отношения, они играют определенную роль, когда люди встречаются, общаются, но никто не будет уступать на свои национальные интересы. Ни президент России, ни президент Турции, ни лидер Китая, ни президент США, ни президент Украины. Вот так же я всегда советовал украинцам никогда не уступать свои национальные интересы ни американцам, ни китайцам, никому, ни Великобритании, никому. Потому что такой политикой вы потеряли Крым и Донбасс. Потому что вот вас так давили, вас так обманывали, потому что это соответствовало их интересам. Они это объясняли, что это соответствует вашим интересам. И в результате вы остались у разбитого корыта. Поэтому доверяй, но проверяй. У вас должны быть ваши национальные интересы. Вы должны знать, эти национальные интересы насколько совпадают с интересами США, с интересами Великобритании, с интересами Турции. Понимаете? То есть, именно так должны подходить. И точно так же это подходит и Турция, и Россия. Вот в данной тематике в том числе. Поэтому, если вы хотите, чтобы интересы Турции привели к положительному результату, хотя бы в этой зерновой сделке, даже если Россия ушла, но чтобы эта зерновая сделка работала бы вот в этом направлении, значит, надо усилить проблемную часть этого контракта, этого зерновой сделки. Значит, а проблемная часть – это военная составляющая. Они бомбят, значит, надо сделать так, чтобы они не бомбили. Значит, надо этой стороне дать силу. Насилу должна быть сила. Продолжение следует.